здравствуйте дорогие девочки с вами кетерина вы на канале леди вяжет канал который посвящен вязанию как это не странно смотрелось кадре но так и есть помните я вам предыдущем ролике показывала вот эту тканюшку и говорила что собираюсь там одну так один процесс распустить и сделать комбинированное вязание так вот я распустила пряжу вот она перед вами на ваших глазах распустила я с помощью моталки и потом немножечко прошлась паром от утюга причем не касаясь самой пряжи нить выровнялась все с ней хорошо можно вязать дальше и придумывать процесс а точнее подбирать узор чуть чуть попозже но в этом подключении я покажу вам книги мои любимые для вязания и что вообще сейчас собираюсь делать мы находимся с вами в швейной зоне моего рукодельного уголка видим мою помощницу это оверлок brother strong and touch модель называется fh 4000 ст машинку эту я покупала в прошлом году в августе и напомню что я стала учиться вязать с июня прошлого учиться вязать учиться шить с июня прошлого года как раз таки до этого я не брала в руки машинку вообще никогда не шила с исключением уроков труда но это было так давно что уже и неправда вот и машинка покупалась с той функции что она должна быть максимально функциональными оснащена разные различными плюшками также имеется съемную рукавную платформу покажу вот такая деталь ролевой шов тут есть машина сама по себе очень классная ее легко заправлять и что в этой модели именно в этой отличительно это то что она берет все ткани это 4 ниточный оверлок и еще плюс то что детали сами машине сами по себе металлические это значит что машина больше вам прослужит и соответственно мощнее чем нежели машина которые имеют в себе более больше металлических пластмассовых деталей чем металла и так теперь к ткани значит эта ткань и вот эта пряжа напомню что это лана гросса ангелина по составу это 60 процентов шелка 40 процентов натуральной шерсти 150 метров 50 граммах спиц четыре с половиной вот это все это будет комбинированное изделие джемпер некоторые детали будут выкроены из этой ткани и остальные детали соответственно будут вязаны очень интересная идея и я аккуратно к ней подготавливаюсь значит прежде чем подготовиться необходимо повязать образец и необходимо провести декотировку ткани что это значит по сути это обработка тканей перед раскроем и такие ткани в особенности как хлопок лен различные смесловки из этих материалов должны обязательно подвергаться этому процессу то есть по сути мы берем с вами ткань берем воду комнатной температуры до опускаем аккуратно отжимаем и даем этой ткани высохнуть в горизонтальном положении здесь в составе у меня присутствует вискоза шелк и люрекс и данную ткань тоже необходимо подвергать данной обработке но прежде всего я хочу ее оверложить так как ткань похоже немножко наша карт по своему плетению и просто будет очень неудобно ей с ней работать и поэтому я сейчас ее пущу на оверлок но прежде чем я это сделаю покажу вам свои любимые книги возможно вы о них не знаете значит эта книга под названием так мимо волшебный клубок обновленное издание крючок и спицы 2160 рисунков узоров и схем для вязания автора тут не указан но если я найду обязательно где-нибудь подпишу обожаю эту книгу и у нее есть такой небольшой нюанс то что не все рисунки хорошо пропечатаны хорошо просматриваются но неоспоримым плюсом является большое количество узоров и они знаете как говорят не популярные но не избитые и редко встречаемые на просторах официального ютуба и в инстаграм поэтому рекомендую однозначно эту книжку и следующая книжка это 300 авторских композиций энциклопедия дизайнов конструктор сочетаний узоров автор надежда свеженцева надеюсь правильно произношу эту книжку я обожаю очень интересные сочетания узоров они не банальные и здесь и ажурные композиции и шишечками скандинавские узоры в общем очень большой полет фантазии можно разгуляться в своем вязаном в своем вязаном пространстве да и тут особенность том что схемы здесь узоров поддаются несколько необычно как мы с вами привыкли но можно привыкнуть то есть там геометрическое обозначение символов принципе нормально можно привыкнуть со временем и еще нюанс также как у предыдущей книги к сожалению некоторые некоторые рисунки до узоров не очень ну скажем так удачно подобрана пряжа под нее и поэтому не просто не видны но все равно рекомендую потому что книжка несколько вот уникальная именно как раз таки по комбинациям узора так для чего показала для того что для того чтобы и вам рассказать соответственно и хочу подобрать узоры для вот этого изделия повязать и подключиться к вам конечно же покажу ну и сейчас приступаю к оверложиванию ткани ребят ткань я закончила и пойду ее сейчас замачивать и потом достану разложу горизонтально и высушу вообще для чего этот процесс самое главное не сказала для того чтобы ткань дала усадку перед раскроем они потом в процессе ношения изделия так с этим все если я успею повязать точнее выбрать и затем повязать узоры то я вам то я подключусь и расскажу конечно же покажу вам если нет тогда будет в другом ролике и вот такая вот горение у меня есть давайте посмотрим с вами что же тут у меня такое есть это не просто так помните я вам как-то показывала пряжу от lotus yarns она называется мини это норка от одноименного производителя состав здесь 37 процентов норки 18 процентов кашемира 12 шерсти 33 с козы 300 метров на 50 грамм спицы 325 3 с половиной в общем по составу микс такой получается но даже несмотря на то что кашемира здесь всего лишь 18 процентов то вот этот вот характерный пушок все равно заметили я говорила что когда я заказывала то заказала довольно мало этой пряжи или изделия мне не хватит так вот я то заказала два матка напомню что это китайский производитель достаточно высокого ценового сегмента и соответственно состав натуральный у данного производителя с большей степени и вот я заказала ровно 2 . думаю что будет достаточно у меня всего было семь а вот так вот все это выглядит скрываю как говорится при вас и давайте сравним партии и и цвета так ну что я могу сказать это разные партии вот у меня это получается 1910 а новая 0217 цвет 41 цвет искусственный потому что у нас внезапно резко ухудшилась погода и знаете сложно сказать ухудшилась беларуси это вообще нормальное состояние весны когда холодно когда идет местами даже снег жуткая погода ветер вот у нас только так три дня стояло вроде так более-менее ничего тепло сейчас все насмарку опять поехала и поэтому света не хватает у меня свет от кольцевой лампы и свет от моей настольной лампы и поэтому наверное сложно сказать есть ли различия по цвету да то есть даже не по цвету а в оттенках одного того же цвета ребят секундочку я прервусь снимаю одна с котом и кот что-то творит непонятно сейчас подойду так я вернулась и что сделал код а все очень просто он залез в комнату к сыну и достал какую-то деталь очень маленькую от лека и с ней играл комнату я закрыла и кот все равно туда зашел ладно значит при вот таком искусственном свете я разницы не вижу покажу поближе может быть вам и заметно если дата напишите в любом случае я еще поднесу к окну к естественному свету и мы и мы мы я посмотрю если разница но знаете это как бы уже так вопрос конечно авторичной особенности если учитывать того что пряжи я заказала первоначально недостаточное количество на изделие но это не все это не все а вот еще что давайте посмотрим достаём и это опять же производитель лотос я нас out in pink и это у нас по составу 90 процентов хлопка 10 процентов кашемира 160 метров на 50 грамм то есть это летний состав пряжи с небольшим количеством содержания кашемира на самом деле я очень давно смотрела вот именно на этот артикул так как согласитесь любопытный состав хороший метраж очень большая цветовая палитра здесь и неплохая ценовая история о этой пряжи поэтому не заказать не посмотреть было очень сложно это не сделать если вы вдруг хотите вам пряжа какая-то вот понравилось говорить я оставлю ссылки так ну что по первым впечатлением цвет это не сказала цвет если не ошибаюсь это маженда вот так вот все это выглядит очень красиво по тактильным ощущением пряжа мягкая есть ощущение конечно же что это хлопочек но в целом это очень очень мягкая пряжа я думаю что в ней будет комфортно людям с гиперчувствительной кожи также детям у меня всего 11 моточков но повторюсь еще цена у данной пряжи очень привлекательная так сторонку я убираю чтобы не болталась в кадре и покажу вам вот такой набор спиц от производителя нит про color play это деревянные спицы и этот набор был приобретен взамен тем спицам которые у меня с погрызгод вообще хочу сказать что за мой пятилетний стаж вязания у меня не было ни одной поломанной спицы не было ни одной испорченной спицы именно по моей вине я очень люблю свои инструменты для вязания отношусь к ним бережно так получилось что я оставила отвлеклась оставила вязание и вот проявил интерес и погрыз спицу очень сильно и привел ее в негодность там и это были четверки от лана гросса и четверки бамбуковые от чаку из набора очень обидно неприятно есть конечно же доля ей вины в этом не нужно было оставлять ну знаете как бывает вот буквально или позвонили или что-то закипело или вот ну вот буквально вот вроде бы одна секундочка да и потом обратно возвращаешься к вязанию но этого хватило для того чтобы кот испортил спицы и на смену этим спицам я заказала вот такой набор да удобно да но это не совсем так у меня есть уже один набор от нитпро вот получается второй этот набор был куплен вместе с пряжей от lotus yarns и цена на этот набор достаточно была адекватная вот так вот выглядит спицы я уже смотрела этот набор щупала его разворачивала здесь получается входят спицы номера от трех с половиной так вот это все выглядит очень красиво они гладкие обработанные такой кончик умеренно острый знаете самый кайфовый можно вязать и шерстяные ниточки и вискозные и ажурное вязание подойдет косо рано в общем полет фантазии большой отвлеклась значит три с половиной четыре четыре с половиной пять пять с половиной так шесть семь и восемь принципе ходовые спицы это полноразмерные выглядит оформление очень красиво достаточно большой запас лесок лески мне понравились и цветные и я так полагаю что похоже на резину я полагаю что в принципе они не должны обладать эффектом памяти на вот так вот все это выглядит пока первые впечатления мне все нравится и следующее включение будет для меня немножко попозже для вас это буквально пройдет секундочку я хочу показать вам один процесс который у меня активно в работе на этой неделе и я хочу этот процесс переодеть на данные спицы и уже поделиться впечатлениями от вязания все так получилось что на этой неделе мне не особо вяжется на то есть причины причины достаточно значительные и я обязательно поделюсь с вами расскажу вам если получится даже покажу но немножко ребят привет у нас уже другой день я уютно устроилась вот в таком кадре для вас хризантемы белый потрясающий просто великолепный они настолько классные в интерьере смотрятся настолько украшают помещение делая его каким-то воздушным легким растение источает очень приятный аромат и давайте вернемся к теме подключения главный герой у нас с вами в кадре и это джеймпер давайте немножко я вам расскажу про его историю покажу вам поближе историю создания свитера он у меня уже мелькал в инстаграме и ссылочку на инстаграм я оставлю внизу так что проходите подписывайтесь будем дружить будем общаться если вы следите за моими предыдущими роликами то вы прекрасно понимаете вообще каком процессе идет речь и из какой пряжи так первоначально была задумка связать джемпер на весну из пряжи от лана гросса перфортуна это семьдесят четыре процента органического хлопка остальное переработанный полиамид на так на 50 грамм здесь так 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 90 190 метров то есть очень хороший экономичный метраж чуть более подробнее у пряжи я останавливалась вот в этом ролике обзор новой коллекции от лана гросса так что переходите смотрите и значит я связала образец рассчитала изделие и начала вязать вижу вижу и такая понимаю вот что-то мне не хватает что-то не то что-то вот как-то не так и тут это совершенно неожиданно у меня глаз падает вот он вот эту пряжу это ибо от берлин от лана гросса фанки хлопок 83 процента 17 процентов полиамида 130 метров на 50 грамм фантазийная ниточка вот такая вот вся пушистенькая сама ниточка представлена ну вот что-то наподобие марлечки такой нам так ну-ка фокус 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 вот так хорошо видно а почему бы не 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 скомбинировать две вот эти пряжи по цветовому решению это получается стильно свежо на весну самое то с какой-нибудь красивой белой юбкой из льна и с хлопком а может быть и шелка или же белые джинсы скинни белые кеды и сумка это образ в голове рисуют такую классную картинку идеи лука на весну а почему нет подумала я я взяла сила эту пряжу и добавила полотно и посмотрите какая красота у меня получилось и это просто нечто немножечко по цветам до красный сложно передается на камеру он такой чуть темнее в жизни он и не сказать что-то классический красный это скорее такой красный достаточно яркий и здесь присутствует алый потом и мне понравилось это решение я уже как видите обработала горловинку и провязала полностью кокетку отделила рукава и вижу основное полотно так петельки поехали но ничего страшного я подыму попозже и значит какой нюанс возник у данного изделия мне несколько человек послали такие вот непонятные реакции на него и так же принципе от своих подружек я вот тоже получила такую реакцию ты очень но скажем опасное решение если вы живете в беларуси вы понимаете чем и говорю и знаете до меня вот этот весь абсурд он дошел я поняла что нужно что-то делать и моя подружка мне посоветовала немножечко поиграть в стилистике с данным джемпером и вот этот вот смысл который как бы моего тут нет и не было в принципе изначально сгладить значит что предложила мне моя подружка катя тебе большой привет не знаю что ты смотришь значит смотрите я оставляю вот эти полоски сейчас на таком уровне на котором я уже связала и дальше перехожу на красный однотонный цвет один рукав я заканчиваю полностью опять же красным цветом второй рукав я разбавляю с about berlin funky и у меня получается некоторый такой как своего рода стилистический стилистический вариант решения данной ситуации то есть получается джемпер вот в таком интересном виде неудобно очень показывать мне эта идея понравилась и я решила ее оставить так по процессу все хорошо все здесь легло все все нормально с ним и я переодела спицы до который чуть ранее вам показывала и уже вот в принципе все кокетку от не кокетку основное полотно от подреза провязала на новых спиц охотник про color play по поводу спиц хочу сказать то что в принципе спицы классические деревянные они по своим вязальным качествам если так можно сказать не отличаются от других деревянных спиц в целом у меня пока на сегодняшний момент придирок к ним нету стыки достаточно хорошо проработанные ничего не цепляется кончику спиц тоже это напоминаю вам стандартная длина у спиц лески набор входит тоже стандартные то есть 80 сантиметров 60 100 и 40 какие-то дублируются по моему 80 до 80 сантиметров лески дублированы там две пары входит чуть-чуть вам поближе еще покажу вот и в принципе на сегодняшний момент на сегодняшний ролик это все что я вам бы хотела рассказать так еще не сказала то что я выбрала узор к пряже ангелина но уже давайте я покажу вам следующем подключении дабы не перегружать этот ролик и садиться уже за монтаж и выпускать видео у меня видео достаточно давно не выходили и этот момент нужно решать я как всегда вам желаю только всего самого-самого доброго крепкого иммунитета отличного настроения красивого вязания всем пока пока